а ты сидишь на яйцах давай показывай что там есть тут находится микс посев а то есть были высажены саженцы молодые черные смородины между этими саженцами які йшли в два ряда висадила помидоры говорили что очень хорошие лена помидоры я так не люблю высокорослые помидоры потому что с ними надо играть разложились помидоры по бокам надо подвязывать я этого не очень люблю люблю низкорослые самое лучше и также тут было высажено горох именно для нас пищевый мы его кушали сорт был удачный хороший сладкий вкусный и также по обе стороны я высела ячмень то есть вот тут был рядок ячменя даже по моему два рядка но наверно два вот оставься 6 мей в нему потерялся потерялась на синячка гирка такие оставила пускай буду поддерживать это игрочек так и вот видно достать имена поливалка тоже с той стороны и шло два или три ряда ячменяя какие мы вырвались у нас сина вот такие горошек дуже вкусно его кушать сладенький вот внизу цвете почему-то поздно уже цвете ёжевика ожина это тоже ёжевика сорт тейбери мая ольга оці всі мої посеви де йде именно заготовки и насина горохи и ячминка и вот этим микс посевы то есть да ягодники я добавляю туда же вот помидоры вона браку я це все дело знаете почему потому что сюда вот не можно залезти и це все высыпать горох расплівся помидоры разляглися ну кому хорошо а кому хорошо саженцам саженцам це притяняє корневу систему якби ми бачим вот молоді пагані вони от светленького цвета пішли для саженців це хорошо капусту тоже я садила в микс посеви то есть була высажена капуста добавила горошек и с обох сторон был посеянный ячмин ячминь мы вырвали и він у нас уже на чердаку сохне и тут мы сейчас бачим весенние помидорки вот такие помидорки я люблю что их не надо підвязывать щоб вони були устойчиві і так же де черенки вообще мало молоденький черенки були смородини я между смородиной посадила помидори посадила помидори и хорошо и помидором и смородине хорошо с обеих сторон була высажена ячминка міждурядна була висіяна кукуруза сахарна именно для нас и по кукурузе я посеяла огурцы чтобы они у нас не так випалювались не були горьки было им вот за что в цепице даже за саме стебло кукурузки по малине где были высажены молодые осенью черенки малины также лена высеяла горошек а что место пустовать горошками в этом году наморозили и вот мы бачим уже первые ягодки малины краса россии тут для нее будет благоприятное время благоприятное место она не будет выгорать потому что она у нас была на верхней части участка и получилось что при сильной жаре я проживаю юг украины николаевская область у нас пикотища и попол ягоди у нас просто сжигалась тут даже шесть свисты будет ягодки ягодки первые ягоды идут всегда вот такие какие-то двойни раздельные она как разделяется вот так двойна а потом идут нормальные ягоды вот такие вот нормальные крупные ягоды как двойнятки как двойнятка кто есть постоянным моим подписчиком уже не один год в прошлом году у меня на цьем пеньку где была спилена аберкоса я усадила сюда тикву и дозревала до самых морозов у меня тиква а тут мы бачим вот такие вот шкурочки от стручки бившие гороха я поїла вот так сложила на пеньок потом эти стручки ну они уже сухие уже сухие все заберу и буду сегодня делать корм для перепелят и добавлю вот эти сухие стручки гороха о какие стручки хорошенькие який горошек вкусный оцей хороший пішла напаслася як козичка сусідский козиня кричит единственное что неудобно сапать от везде просапано а тут міждурядно неудобно так а тут у меня огурец висаженный и вот так он плетается по сахарной кукурузе так они дружат огурцы и сахарная кукурузка малинка и горошек багато что позмивало багато что замулило ну ничего выбили мы цей город сапали видно тут були корешки рядочки и чминки висаженный так девочки я рассказывала для зрителей моих было видео где я вам рассказывала что я садила весною помидоры цей рядочек ой мне так ноги печь даже горячо стоять а я без тапочек ах куда встать сюда где мульча невозможно стоять на земле значит вот этот крайний рядочек вот помидор я была рассказывала что на следующий день на следующую неделю после Пасхи я посадила саженцы помидор и купила их два десятка садила 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 получается что в стаканчику были вот это и крайний в стаканчику была земля и вот так тум и отломался стебель остався корешок в стаканчику а стебель просто отдельно я думаю что делать мне так жалко и взяла и тыкнула там есть отдельно корешок посаженный просто отдельно так и отдельно это я помидору посадила вона начи как сначала пожевтела но это считаете что весна холодно сиро не присохло это все сначала такая желтовата пожевтела приболела вот ну мы поляли и я взяла в крыло мульчий есть видео в крыло полностью корневую систему мульчий гляньте какой красивый вкус никто бы не думал что могла бы выбросить вот именно с этого куста будут самые вкусные помидоры потому что этот куст должен мне ну он уже вродил конечно помидорки но должен меня порадовать я ждала ему жизнь вот такие помидорки пасынки как я не люблю эти пасынки надо надевать рукавицы брать ножики или ножницы ой и эти сосунки взрывать вот и бачите який поднялся хороший саженец смородины для него это соседство ах печье в ноги страшно на тапочки одевать было приятное соседство так текаю я сейчас я вам покажу и иду до работы потому что уже час дня печье по черному печье так стану тут в холодочек трошки земля прохладнейше вот так я и покажу вам цей рядок я думаю вам будет видно на мониторе меня просто тут сильно засветили в телефоне в телефоне плохо отображение значит цей рядок помидор тоже было все вкрыто мульчий с обеих сторон я уже повторюсь что была посажена и горох тут был весь и они вырвали мы только той кормовый и ячминка сейчас я делаю вот такую процедуру вот с одной стороны я всыпаю это все соломой и тут есть смородина и я зайду с другой стороны так же всыплю соломой именно где висеяна кукуруза я трогать не буду огурцы трогать не буду ах печет люблю я когда остается на городе вот например куст укропа такие цветы хотя соберу я из него семена или не соберу но я себе оставляю такие куст укропа пускай меня радует и так же петрушечка ну оставила я почти что всю прошлогоднюю петрушку вирвала тоже выкинула сушить на чердак вместе с корешками и потом оцю петрушку вместе с коренями я даю кроличкам которые привели кролинят а что это у меня уже падает мне на голову абрикоска падают уже абрикоски у нас уже зриют абрикоски мелкие но ранние какие они сладкие вкусные а мелкие за то что сильно рясни ктось тут уже попасться наверно моя козочка попасться просто окула сушила гляньте який у Лени красивый крижовник крупный омолодила и ни разу не крапила ни разу не покрапила его и не имеет оцей серой гнили почему потому что он у меня высаженный не в тени а просто на участке от посреди участка вот такой полоской нема сырости и хорошее проветривание крижовник вкусный именно оцей зеленый я его пасуся потрошки это наше украинское киви это железо это гемоглобин а який вкусный а он моя козочка пришла а я думаю кто там оберкосы рве Ольга так пече ноги вижу ужас гляньте зачем покупать киви если можно вырастить свой крижовник кто попеклась кто попеклась ну что сделаешь может кинуть сюда солом от земли спекается да вот видите какие ожоги так что так что вот такие у нас как говорится труды трудимся трудимся но погодные условия ой какие он тут ряснючий все облипше может и правда я сейчас эту солому снимаю с кирды но он колючковый гляньте вот какие грозди он очень вкусный а там внутри який он крупнячий наверное я сейчас мой жалко конечно попекся сыпется такие ожоги каждый пристосовывается до своего до своего региона вот такие ожоги получая желтая малина называются желтые гиганты молодые черенки теки высажены весной нам у нас на новый участок я их поменяла вот бачите який получается ожог сверху белый так шо цевлены тут выросла шо цевлены тут выросли это растение яке у нас первый год первый раз жизни усадила себе на участке что тут у нас портулак який добавляет нам работы тут десь не доглядывали есть остается а ну хто напишет в коментариях оцельена там садила так я вам даже покажу цвит начинает цвести такий цвит ячмень тоже вот посаженный бух с двух сторон по под дорожку так справа это слева он уже колосится его надо просто вырвать осталось тут вообще чуть-чуточка вырваем вот так полностью с корешком это ольга вчера сапала и вырвала вынесется на чердак я открыла свою скерту она у меня стоит на ракушниках там балок и еще такие брусья и мы ставили на возвышенность сколько у нас раз два три четыре ряда соломы и сверху так как учила меня моя мама брать какие разерваные есть тюки и вот так как вырвать таки горбочек вот и сверху из соломы но у меня именно на цей скерти дуже полюбляют спать коты вот именно соседская ляля моя ляля лизы туда в скерту ниша даша вот они вот тут наверху сплять когтиками драпаю драпаю и получается что клеенка я кайшла вот так вот хрест и друга клеенка на хрест все равно и затекала значит получается оцей верхний ряд тюка вот такие вот черный а что у нас уйдет просто умолчу так делаю я обход на скорби все на тачечку буду вывозить стылять есть что стыля юнки и крыжовник добавился вот сейчас даем ся тут на всю скерту вот так она даже и по каждому так бачка ракушняк ну так як из-за воды несло воду с полей получается что тут и нанесло и воды и земли макротинь вот сколько болота хотя высота была дуже высоко и галоши мне там вот мои галоши я их всегда одеваю как вылазил на эту кучу навозную мне надо или навоз расправить компостная яма то пенамбур вирис цю компостную яму я уже накрыла пленкой там пенамбур уже перегоняю зверху кинула вот такие доски ветки прижала если будет витер буря чтобы нам не сняла пленку думаю что это перегнеет благодаря бактериям перегнеет навоз зелень вот этот портулак его изобилия стики в мене птицей стики в хозяйстве курей они не успевают все переедать тут мы на секции последняя цыплятка последний вывод цыпляток тут бресы и мои меню мясные